Время пророка, мерь ему и благословение, когда настал период сложности в Мекке, Аллах предчеством Всевышней позволил ему совершить переселение, позволил ему совершить хиджру. Мы все знаем эту очень известную историю, он был окружен, его дом был окружен, он убежал от них. Аллах ослепил их, и они не смогли увидеть его, он прошел мимо них. Он ушел со своим другом жизни, своим Халилем, Абу Бакром. Они покинули Мекку, и с утра, когда они поняли, что Пророк, мерь ему и благословение, ушел, что это был Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, кто спал на его кровати, который, кстати, сказал, что это была самая лучшая ночь в его жизни. Они отправили людей в погоню за ним. И был один из лучших людей-наемников, которого они наняли, который умел это делать. Охотник, чье имя было Сурака ибн Малик, да будет доволен им Аллах. Он был лучшим охотником, он мог поймать любого. Он сказал, я найду их, нет проблем, я найду их. Награда, премия, вознаграждение было предложено в 100 верблюдов. За Абу Бакра и Пророка, мерь ему и благословение, мертвых или живых. Любому, кто найдет их, предлагалось 100 верблюдов. Это большие деньги. 100 верблюдов – это большие деньги. Пророк, мерь ему и благословение, даже не имел одного верблюда до хиджиры. Верблюд – это как машина. Представьте сотню машин. Это большие деньги. А тут их было целых 100 верблюдов. Тому, кто поймает Пророка, мерь ему и благословение, и Абу Бакра живыми или мертвыми, без вопросов. Сурака ибн Малик передает историю о себе от первого лица. Вот почему она интересная. Он передал эту историю после принятия им ислама. Сурака ибн Малик рассказывает, что он сидел с соплеменником, и пришла новость, что разыскиваются три всадника. Потому что теперь они обнаружили заговорщиков. Они обнаружили Абу Бакра, пророка, мерь ему и благословение, и проводника. Три беглеца. Так новость распространилась. Это был слух. Три всадника в пустыне. Если вы найдете их мертвыми или живыми, если будет среди них Пророк, тогда вы получите 100 верблюдов. И Сурака рассказывает, когда он увидел их в первый раз на расстоянии, внезапно, моя лошадь застряла в земле, сбрасывая меня, встряхивая меня. И она не делала такого раньше. В другой версии говорится, я увидел дым между мной и тремя всадниками. Что-то было явно не так. Далее он говорит, я достал свой азлям. Азлям – это был их метод предсказывания будущего. Азлям – это как карты Таро, или гадание на ладони, или что-то подобное. Это был вид испрашивания, который означал спрашивание у богов того, что должно произойти. Называйте это языческой молитвой испрашивания. Вот что это означает. Он сказал, я достал азлям. Кстати, что это был за азлям? Это были стрелы, на которых были определенные вещи. Это были буквально карты Таро, или спиритические кости, на которых содержались эти странные символы. И вы можете интерпретировать это по-своему. Так при нем были эти вещи. Он говорит, я бросил свои стрелы на песок, чтобы посмотреть, в каком направлении они собираются идти. И ответ, который я получил, не прослеживался. Я проигнорировал это и продолжил путь. Потому что он хотел денег. Во второй раз я приблизился, и снова произошло то же самое. Я снова был сброшен с лошади. Вновь я достал стрелы, и вновь он говорит, что ответа не последовало. Я проигнорировал это и продолжил путь в третий раз, пока, наконец, они не оказались в пределах расстояния крика. Я мог обратиться к ним. И в третий раз моя лошадь стала еще более яростной. И я понял, что это была сила свыше. Я понял, что этого человека я не достигнул. Это было не в моей власти. И он говорит в этом хадисе, я понял, что дело этого человека распространится. То есть, ислам распространится. Я понял, что дело этого человека распространится. Я воззвал к ним, что я надежный человек, я не собираюсь навредить вам, дайте мне разрешение приблизиться. Сурака ибн Малик говорит, что я спросил разрешения у пророка, мир ему и благословения, дать мне разрешение в письменном виде. У Аллахи, это удивительно. Минуту назад он натягивал свои стрелы, чтобы убить их, а в следующую минуту он говорит, я знаю, что их дело распространится везде, и я хочу защиты, когда это произойдет. Я не хочу быть пострадавшим, когда это произойдет. Так я просил защиты. Аманат, то есть, что они не навредят мне. Это удивительно. Посмотрите, как из охотника это перешло к испрашиванию разрешения. Пророк, мир ему и благословение, разрешил Абдулле ибн Аркату записать на свитке, записать на пергаменте аманат для Сураки ибн Малика, что он будет спасен. Сурака ибн Малик, ты будешь спасен, мы не навредим тебе. Ты защитил нас сегодня, мы защитим тебя завтра, когда в этом будет необходимость. Ибн Абдул-Барр, другой очень ранний рассказчик, говорит, что когда Сурака повернулся, чтобы уйти, пророк, мир ему и благословение, впервые обратился к нему, сказав, «О Сурака, как ты будешь выглядеть в тот день, когда наденешь браслеты кисры? Как ты будешь выглядеть в тот день, когда наденешь браслеты хасроя?» Сурака был потрясен, не сказав ничего, кроме хасроя, сына Хурмуза, как если бы мы сказали президента, того самого президента, как если бы мы сказали царя, царя любой страны, того самого царя, был лишь один царь хасрой, он не мог представить, хасроя, сына Хурмуза, император Персии, ты хочешь на меня одеть его браслеты? Я буду носить его браслеты. И пророк, мир ему и благословение, даже не ответил, как ты будешь выглядеть в тот день, когда наденешь браслеты? Хасрой был известен драгоценностями, которые он носил. Как человек, он был человеком, но он носил драгоценности, так? Не говоря уже о вещах, которые вы не можете увидеть, но если вы смотрели фильм «Триста спартанцев», вы увидите, что предводитель Персии был одет во все эти странные вещи. Это, в принципе, и есть хасрой. Там была идея римских или персидских императоров, там были браслеты, серьги и безделушки. Они одевались так. Он имел очень дорогие украшения и очень дорогое золото. Украшения из браслетов, это общеизвестно. Все завидовали ему из-за этого. Пророк, мир ему и благословение, сказал, «Как ты будешь выглядеть в тот день, когда наденешь браслеты хасроя?» Сурака качал головой, чесал свою голову. Он стал думать над тем, что он только что сказал. Этот человек сам прячется в пещере. Все разыскивают его, чтобы убить. У него нет поддержки. Нет ничего. Он сидит здесь и говорит мне, что мне будут дарованы браслеты, ныне одного из самых великих царей на земле, великая империи на земле, которая известна. Этот человек должно быть явно не в себе. Он потерял рассудок. Вот что он думал. Он просто сказал, «Этот человек спятил». В день Хунейна, после завоевания Мекки, пророк, мир ему и благословение, завоевал, в принципе, и другие племена, выделяющиеся в Мекке. И, наконец, он завоевал племя Сураки ибн Малика. Сурака вытащил очень маленький кусок бумаги. Это не была бумага, это был пергамент. Он вытащил очень маленький кусок пергамента, что пророк, мир ему и благословение, написал ему почти 10 лет назад, 8-9 лет назад. И пророк, мир ему и благословение, запомнил Сураку. Он даровал ему безопасность, он даровал ему аманат. И Сурака принял ислам. Сурака стал известным сахабом. После этого он переселился в Медину. Он жил в Медине. Пророк, мир ему и благословение, скончался. Затем пришел халифат Абу Бакра. Это была борьба. Они сражались с различными элементами внутри уммы. Люди выходили из ислама. Люди отказывались платить закат. Множество вещей происходило. Затем пришел халифат Умара. И Умар смог завоевать империю персов. Дары прибыли в халифат. И так как они проходили через Умара, и он распределял их, ему принесли коробку. Он открыл ее, и в ней были браслеты Хасроя. Позвали Сураку. Его нашли в городе и позвали. Умар посадил его возле своего стула, найдя эти золотые браслеты Хасроя. Потому что все знали об обещании. Все знали, что сказал Пророк, мир ему и благословение. Он был легендой. Все слышали. Найдя два браслета Хасроя, он надел их на руки Сурак и ибн Малика. И все собравшиеся воскликнули, «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!» Это исполнение того, что сказал Пророк, мир ему и благословение. И на самом деле версия ибн Абдул-Барра говорит, что они провели Сураку по Медине. Можете себе представить браслеты Хасроя, самого влиятельного человека. И Умар сказал, «Альхамду лилляху!» Кто отнял эти браслеты у Хасроя, сына Хурмуза, и вручил их Сураке, бедуину из племени Банумудлич? Хвала Аллаху, который отнял их у этого могущественного человека и вручил их этому мусульманину, как и предсказывал Пророк, мир ему и благословение, много лет назад. Субханаллах! Какая удивительная история. И она ясно упомянута в наших книгах. И это одно из множества, множеств чудес, упомянутых во времена Пророка, мир ему и благословение. Пророка, мир ему и благословение.